здравствуйте если вы не подписались на наш канал до сих пор что странно конечно у вас есть прекрасная возможность дело в том что это последняя из трех лекций которые будут записаны онлайн будет доступны только на ютуб канале эта лекция посвящена важному трагическому периоду истории нашей страны который очень сильно отродился на литературной критике фактически родилась новая совершенно необыкновенная критика и не только литературной но и литературной в том числе евгений добренко прочтет лекцию о критике сталинского времени от создания союзописателей ссср до двадцатого съезда итак тема сегодняшней лекции советская литературная критика сталинской эпохи но так чтобы было более понятно речь идет о периоде между первым съездом советских писателей может быть немножко раньше тридцать второй год постановление о литературно-художественных организациях о перестройке литературно-художественных организаций которая переформатировала литературный процесс структуру всего советского литературного процесса и считается началом уже собственно советской литературы концом эпохи революционной культуры вот двадцатых годов то есть тридцать второй по пятьдесят третий до смерти сталина дальше начинается в общем-то эпоха оттепели то есть речь идет практически о двадцатилетнем периоде который оказался чрезвычайно важным это период такой формативный для советской культуры для советского государства потому что все что последовало после смерти сталина было связано и по сей день связано с его наследием сталинизм это нервный центр русской новой русской истории и поэтому то что происходило в эту эпоху оказала оказала огромное воздействие на всю последующую советскую историю вот мы будем говорить об институте критики в этом контексте прежде всего надо помнить о том что критика это не только критики это не только яркие индивидуальности прежде всего критика это социально культурная институция которая превратилась в важнейший элемент становящийся в россии девятнадцатого века так называемой публичной сферы в силу статуса литературы в россии она оказалась сферой формирования публичного дискурса и иногда единственной сферой политической активности отсюда знаменитый литература центризм русской культуры но вообще говоря не только в россии но и европейская критика родилась в борьбе с абсолютизмом в борьбе с абсолютизмским государством это все-таки это продукт нового времени и неудивительно поэтому что она именно как институт тесно связана с культурной демократизацией с политической либерализацией социальной секуляризации то есть основными тенденциями нового времени она является одновременно их продуктом и инструментом и служит также артикуляции идеологических и эстетических позиций в литературе именно в этом направлении развивалась русская критика до революции и именно этот исторический контекст показывает насколько уникальным институтом явилась критика советская которая была основана на совершенно иных ранее не виданных политико эстетических основаниях и выполнявшая совершенно иные функции иначе говоря функции и природа литературной критики этого продукта европейского просвещения на западе и в ссср оказались совершенно различными даже учитывая процесс эрозии классической буржуазной публичной сферы на западе его влияние на институт критики в двадцатом веке та критика которая сложилась литературная критика в эпоху просвещения не имела ничего общего социальной ситуации которая как в советском союзе вообще не предполагала публичной сферы с политической культурой которая питала социальную атомизацию а не наоборот формирование гражданского общества с политическим режимом который последовательно поглощал любые анклавы автономности и не позволял им развиваться так же как он не позволял естественно развиваться ничему автономному да не 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 самостоятельной экономики идеологии не политики так критика как сложился этот институт в европейской традиции к двадцатому веку имеет множество функций эстетические идеологические экономические политические разные но она всегда связана с публичной сферой что только в ней развивается только ею питается и фактически является ее функцией специфика специфика советской ситуации в особом статусе не столько критике сколько самой политике с одной стороны а она вся сконцентрирована на вершине власти да так что все социальные поля фактически обесточены лишены власти вся власть находится наверху с другой стороны именно в силу этой концентрации политика ищет новые пути для реализации проявляя себя в сферах в которых традиционно ее роль была довольно мала да что все оказывается деполитизированным и политизированным одновременно все от эстетики до экономики из источника власти превращается в проводника власти институциализируя все социальные культурные практики политика находит в них выход критика превращается в один из политических инструментов многие литературно-критические акции советской эпохи будь то разгром пролеткульта в двадцатом году знаменитая резолюция цк в кпб двадцать пятого года подъем рапа вот эта перестройка литературно-художественных организаций тридцать второго года создание союза писателей знаменитые идеологические постановления сорок шестого года все многомножество компаний после сталинской эпохи эпохи оттепеля застоя перестройки тогда и многие другие были лишь формой борьбы на вершине власти и каждый раз участвуя в процессе производства и распространения необходимых власти в данный момент политических представлений да которые обладали мобилизующей силой и давали жизнь правящим элитам да критика играла важную роль в актуальной политической борьбе на вершине власти то есть единственном поле где политика могла реально присутствовать политическая вот эта политическая инструментализация то есть превращение литературной критики в политический инструмент наряду вот с этим литература центризмом да является специфической чертой сталинской культуры да и всей советской культуры в целом критика вообще говоря является основанием института культуры механизмом социального функционирования культуры литературная критика художественная критика театральная критика музыкальная критика и так далее да она является механизмом социального функционирования функционирования культуры производства потребления то есть связующим звеном между обществом производителями и потребителями культуры да но здесь потребуется небольшое такое генерализирующее отступление прежде чем мы перейдем уже к самой литературной критике сталинской эпохи поскольку мы подходим вот я говорю о культуре 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 да все время мы подходим к вопросу о расширенном понимании расширении содержания понятия культуры которая в 20 веке была беспрецедентно политически инструментализирована понимаете революционная культура любого типа а в 20 веке мы имеем дело с революционными культурами да будь то фашистская культура нацистская культура или коммунистическая культура все эти культуры они по определению революционные культуры и именно потому что они революционные культуры это всегда культуры преодоления культурной изоляции который присутствовал революции то есть это культуры которые производят новых субъектов новых граждан массовые общества 20 век это эпоха массового общества современная революционная культура расширяет и втягивает себя все новые и новые реальности огромные массы людей чего раньше не было не было в результате понятия культура проходит полный спектр превращений от сопротивления режиму да к автономности и от нее к инструментализации то есть фундаментально отличным от предыдущих веков и либерально-демократических режимов образом культура чрезвычайно важна для диктаторских режимов и основанных вообще на насилии национальных государств которые часто сопровождаются диктаторскими режимами культура важна для них почему потому что она является универсальным орудием политической власти как необходимый объект централизованного планирования координации как способ дотянуться кооптировать или противопоставить политических субъектов как своеобразный такой домен который не может именно потому что он так важен не может быть оставлен в руках традиционных там патронов спонсоров до частных лиц сколько культура является едва ли не единственным способом производства властью собственного образа и легитимации культура имеет значение также и в негативном смысле как вот тот домен который должен быть подставлен под контроль и наблюдение государства поэтому культура современных диктатур и сталинская культура абсолютно не является исключением перемещается за пределы своего традиционного пребывания при дворах в салонах в галереях театрах она выходит на площади в библиотеки и школы государственные институции спортивные арены на телевидение в интернет вплоть до тиктока да излюбленные пространства массовых обществе развитая печатная культура все больше взаимодействует с визуальным образом с голосом с коммуникационными технологиями да все это делает изучение сталинской культуры чрезвычайно актуальным в современной россии где практики власти вырастают из сталинизма в двадцатые годы было множество направлений и групп каждая из которых имела свою критику и своих критиков мы можем назвать вот там футуристы вот лев а вот значит кто там осуществлял литературно-критическую деятельность а вот серапионовы братья вот перевала вот конструктивисты и так далее да но и то есть разные группы да вот они имели свои свой круг критиков да но именно раб российская ассоциация пролетарских писателей впервые превратил критику в основной инструмент литературной политики показав что даже при отсутствии сколько нибудь значимых литературных достижений можно жестко и эффективно проводить так называемую партийную линию да и добиться гегемонии в литературе практически одними критическими компаниями компаниями травли неугодных писателей на которых как бы натравливал сталин раповцев да будь то булгаков или платонов бабель или или пельняк замятин и так далее и так далее да можно перечислять мы все знаем эти компании 20-х годов компании травли так называемых попутчиков да а именно они показали что через постоянный критический террор можно полностью разложить и контролировать писательскую среду это именно то что сделали раповцы в 20-е годы на рубеже 30-х годов при помощи одних административно-идеологических акций лишь вбрасывая в топку очередной компании новые лозунги можно переформатировать всю инфраструктуру литературного процесса а в сталинской культуре не только критика приобрела отчетливо политические цели но даже споры критические были проникнуты политическими задачами в 32 году критика была вся вся система литературного процесса была перестроена институционально но а фактически она осталась в руках прежних деятелей зараженных групповщиной вождизмом и не имевших политические амбиции речь идет прежде всего араповцев которые составляли костяк советской критики и долгое время оказывались отказывались смириться с утратой власти которые они располагали на рубеже 20-30-х годов поэтому перестройка литературно-художественных организаций да была проведена сталином таким образом что критики оказались сконцентрированы в одном центральном журнале литературный критик был создан сразу да вот после разгона рапа где доминировали те кто в 20-х годах не был причастен к групповой борьбе и костяк журнала составляли не столько критики сколько философы марк розенталь михаил лившит джордж лукач а из критиков наиболее влиятельной была елена усиевич именно вот эта группа возглавила борьбу с так называемым вульгарным социологизмом а по сути с остатками раповцев раповства да и не случайно литературный критик будет закрыт после доносов на него которые были написаны ермиловым и фадеевым ведущими идеологами и деятелями рапа в ходе дискуссий которая состоялась в институте философии комакадемии а это была дискуссия художественной критики а елена усиевич выступала с резкими нападками на бывших так называемых вульгарных социологов да и прежде всего против раповцев да которые отстаивали в двадцатые годы лозунг так называемой плехановской ортодоксии да и говорила она что их критика являются социологической карикатурой на марксизм но интересно что именно вот середины 30-х годов начинается восстановление вот этого классического национального литературного канона которая достигла кульминации в праздновании в 36-м году в праздновании в 36-м 37-м году праздновании пушкинского юбилея и характерно что прения по докладу усиевич вылились в спор так называемых социологистов и раповцев и социологистов были конечно вот переверзив главный так называемый вульгарный социолог нусинов и фокт фокт был его учеником переверзива и раповцев прежде всего ермилова да политических задачах которые решала критика во времена чернышевского и добролюбова о том какова политическая нагрузка современной критики а завершился этот эта дискуссия этот спор почти просто персональными оскорблениями да вот я прочту из стенограммы несколько реплик которыми закончилась эта дискуссия усиевич говорит критика исходящая из марксистка ленинского анализа не может быть вульгарной и она не может не быть страстной и темпераментной потому что настоящий марксист не затклый кабинетный ученый переверзив ей отвечает так что же все-таки делать критику усиевич что делать прежде всего быть большевиком ответ переверзива большевики есть а критики нет между прочим это конечно звучит как такой вот интересный перефраз белинского да о том что а вот наоборот да писатели есть литературы нет в россии а вот с критикой было ровно все наоборот со сталинской критикой критика как институт существовала а критиков ярких индивидуальных назвать невозможно ну кроме каких-то уже знаете персонажей типа владимира ермилова я о нем скажу немножко позже но не потому что он был сколько-нибудь яркой фигурой или или сколько-нибудь интересным литературным критиком да а совсем по другим причинам то есть критика в сталинскую эпоху превратилась именно вот в такую машину именно в скажем о критике девятнадцатого века мы называем представителей разных направлений там белинский страхов там аполлон григорьев да там чернышевский добролюбов писарев множество имен да когда мы говорим о сталинской эпохе мы говорим о разных компаниях разных направлениях и так далее но мы не говорим о им о об индивидуальностях вы знаете вот то что я сейчас рассказывал это было накануне съезда писателей а вот после съезда писателей иван гронский который тогда был очень большой и важный фигурный главный редактор нового мира он был он руководил по сути дела оргкомитетом союза писателей но потом он конечно был репрессирован ясное дело и провел в лагерях не одно десятилетие он писал о том что перед критиками советскими сразу после съезда стоит небывалая задача вот она такая изумительные по своей сжатости и ясности алгебраические формулы иосифа виссарионовича сталина наши критики и писатели должны перевести на язык арифметики то есть больше чем когда-либо роль критика требовала однозначных и безошибочных алгебра арифметика осуждений оценок очень хорошо об этом сказал владимир киршон раньше один из ведущих раповцев тоже впоследствии репрессированы он написал писатель инженер человеческих душ а кто же тогда критик я думаю что критик тоже инженер человеческих душ есть однако разница между ними если писатель это инженер-строитель инженер-конструктор то критик это инженер-консультант инженер-приемщик оценивающий продукцию отсюда вопрос об ответственности наших критиков наших критиков ответственность наших критиков в оценке произведений и требования избавления от я цитирую необоснованных отзывов и вкусовщин должны быть найдены какие-то организационные формы которые позволяли бы уничтожить вредный разнобой в оценках вдумайтесь в это организационные формы институциональные организационные формы которые бы которые бы позволили уничтожить вредный разнобой в оценках То есть, оценки должны быть выставлены однозначные. Вот этот поиск организационных форм, он привел к созданию такой системы, в которой различные издания перестали отличаться друг от друга. А вот уже позже, в 1936 году, такой известный критик Исаий Лежнев следующим образом прилагал к советской ситуации мысли Белинского о том, что каждый журнал должен иметь известное направление, известный взгляд на вещи. Да, Белинский об этом говорил. А как трансформировал эту идею Лежнев? Если можно говорить об известном направлении, вот известном взгляде на вещи в советском журнале, то только в том смысле, что они в журнале в большинстве случаев не противоречат взглядам партии. То есть, в 30-е годы критика окончательно теряет функции регулятора литературного процесса, а сам критик утрачивает право самостоятельной оценки, независимого суждения, выбора материала для анализа. Ему должны указать, что анализировать и какие оценки проставить. То есть, еще раз, советская, особенно в сталинскую эпоху, критика превращается прежде всего в институцию. Поэтому там нет ярких имен, как я уже сказал, кроме какого-нибудь там, может быть, Ермилова, яркость которого связана скорее с такой колоритностью этого персонажа, чем с какими-нибудь его достоинствами как литературного критика. Основные вот вещи, о которых следует помнить в связи с 30-ми годами, это такие вот фундаментальные моменты, которые привели к формированию совершенно новой литературной ситуации. Прежде всего, это утверждение нормативной эстетики. То есть, понятие нормативной эстетики всегда считалось, в общем, чем-то негативным. Оно связано, главным образом, с эстетикой классицизма, от которой, конечно, социалистический реализм всячески открещивался. Но, тем не менее, речь шла фактически о насаждении нормативной эстетики социалистического реализма. И очень интересная дискуссия, очень интересное обсуждение этой темы проходило на страницах литературного критика, буквально с самого его появления. И в 33-м году, и еще продолжалось и дальше, в 34-м, и даже после съезда, в 35-м году, когда одни говорили, что социалистический реализм – это, конечно, никакая ненормативная эстетика, это такой вот живой метод, это такое вот открытое, такое новаторское направление в искусстве. Другие же говорили, значит, да-да-да, это именно так, но социалистический реализм требует вот этого, вот этого, вот того, чтобы писатель следовал этим требованиями, тем требованиями, вот этим требованиями и так далее. И в результате получалось некое такое описание, очень интересное. С одной стороны, это ненормативная эстетика, потому что нормативная эстетика – это, конечно, плохо, а вот это ни в коем случае ненормативная эстетика, но одновременно с этим это и не открытая какая-то эстетическая система, в которой, значит, есть какая-либо свобода. Потому что, знаете, если следовать всем этим принципам социализма, да, там, изображение жизни в формах самой жизни, там, жизнь в ее революционном развитии, партийность, народность, классовость и так далее, и так далее, и так далее, да, то там исторический оптимизм, и, ну, можно перечислять все эти, да, особенности социализма, то тут как бы возникает сам собой знаменитый утиный тест, да, если крякает как утка, ходит как утка, то это утка, то есть это нормативная эстетика. И некоторые вынуждены были признать, что, ну, вообще-то, да, мы занимаемся утверждением нормативной эстетики, то есть это очень важный момент для критики. Второй момент был связан с утверждением так называемого, ну, он так не назывался, этот термин позже предложила Галина Андреевна Белая, нейтральный стиль. То есть дискуссия о языке в 1933 году на страницах журнала «Литературная учеба», который как раз тогда открылся, и это была большая дискуссия, в ней участвовали и такие, значит, крупные писатели, как Серафимович и Горький, и фактически свелась эта дискуссия к тому, что, значит, надо отказаться от так называемого натурализма в языке, да, то есть всяких диалектизмов, всяких каких-то, значит, каких-то ненормированных элементов, держаться такого строгого литературного стиля, который, конечно, нейтрализовал литературу, вот, потому что, как мы знаем, литература 20-х годов, во многом основанная на сказе, да, если вспомним Зощенко, Бабеля, Платонова, да, она, конечно, была далека от нормированного литературного стиля, который утверждался в советской литературе, начиная с 30-х годов. Тогда же, в 33-м году, на страницах журнала «Знамя» Всеволод Вишневский организовывает дискуссию, большую дискуссию о Доспасосе и Джойсе. Фактически, это была дискуссия, в ходе которой подтвердился отказ соцреализма от модернизма, да, вот, фактически, это был отказ от эстетики монтажа, от свободных таких, свободного построения произведения, которые были свойственны авангарду в пользу традиционной такой композиции, конвенциального сюжета и так далее. Наконец, очень важная была дискуссия тоже в журнале «Литературный критик» на протяжении, фактически, всех 30-х годов, вплоть до, почти до его закрытия, это была дискуссия о методе и мировоззрении, да, известна она тем, что ввела в оборот такие понятия, как «вопрекисты» и «благодаристы». Что это значит? Значит, собственно, это был спор между двумя позициями. С одной стороны, значит, утверждалось, что художник может отражать действительность вопреки своему мировоззрению, да, знаменитый Бальзаковский парадокс, да, вот. Ну, и, конечно, это прекрасно иллюстрировалось творчеством писателей-реалистов, да, 19-го века, ну, знаменитая статья Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции», да, или творчество попутчиков, да, в то время как советский писатель, соцреалистический писатель должен был обладать правильной идеологией. То есть он писал правильно благодаря тому, что он обладал правильной идеологией. Конечно, вот эта вот вторая точка зрения, она сводилась к утверждению вот этой нормативной эстетики. Еще очень важный момент, связанный вот с 30-ми годами, буквально с самого начала, был связан с первым съездом писателей и, в особенности, с докладом Горького, который много говорил о, конечно, о социалистическом реализме, и, в частности, он говорил о том, что очень многое распространялось о том, что вот литература, она вообще родилась из устного народного творчества. Слово «фольклор» было в то время немодным, да, устное народное творчество. То есть фактически речь шла о возвращении к мифотворчеству, к мифологизации действительности, что, конечно, совпадало с установками, которые утверждались на съезде вот этого социалистического реализма, который должен отражать правдивое отражение жизни в ее революционном развитии. И последний такой важный момент, связанный с 30-ми годами, вот это, значит, начальный момент, 33-34 год, съезд писатель, потом 36-й год, это кампания против натурализма и формализма. И вот очень интересно, что уже эта кампания приобрела совершенно другие формы. Она не была в форме дискуссии или каких-то авторских высказываний, она была организована в форме целой серии таких, значит, так называемой, ее тогда называли партийная критика, так называемой партийной критики во всех сферах искусства. Все это выходило, значит, в виде редакционных статей в «Правде», да, была, значит, статья знаменитая «Сумбур вместо музыки» против Шостаковича, она появилась в «Правде» в январе 36-го года, потом, значит, статья «Балетная фальшь» тоже уже в феврале, в следующем месяце, тогда же в феврале появилась статья «Какофония в архитектуре», а потом, значит, в марте статья о художниках-пачкунах. Именно в это время становится ясно, что настоящим источником критики стали партийные институции. Потому что, вы понимаете, когда газета «Правда» печатает редакционную статью, понятно, что это главный орган ЦК партии, понятно, что главным критиком страны фактически стал Сталин. Однако, во время войны функция литературы резко изменилась. Совершенно ясно, что и критика такого рода оказалась не готовой к этой смене функции, смене оптики. Поэтому присутствие критиков в литературном процессе первых лет войны практически неощутимо. И критика как будто бы погружается под воду. Надо, правда, сказать, что отчасти это было связано, конечно, с, так называемым, литературным бытом начала войны, вообще периода войны, с одной стороны. А с другой стороны, то есть, не только с условиями войны, но и с таким институциональным кризисом, который был связан с очень важным для советской критики постановлением ЦК ВКПБ о критике библиографии. Постановление 1940 года. И этим постановлением, я упоминал уже это, по доносу Ермилова и Фадеева был закрыт журнал «Литературный критик». И, соответственно, вся критика, которая там группировалась вокруг этого журнала, она была передана толстым журналам, в которых она, вот в этих толстых журналах, она просто не успела привиться. И в результате, как констатировала передовая статья «Литература и искусство», вот во время войны, значит, зрелище, которое представляет критика в наших журналах, не может радовать. Территория занимаемой критики крайне незначительна. Это какие-то задворки журналов. Крайняя степень нетребовательности, довольство тем, что есть в литературе, делает публикуемые статьи и рецензии однообразными и бесплодными. Критика не может выполнять своих функций, как требует от нее, значит, партийный аппарат и агитпроб ЦК, быть любящим и строгим воспитателем писателей. Вот к этому времени, особенно к окончанию войны, сложилась такая новая система функционирования критики, как идеологической институции. И в таком виде она фактически сохранилась до конца, до перестройки, до конца советской эпохи. Первое послереволюционное десятилетие критика, которая была рассредоточена по разным борющимся литературным группировкам, занималась теоретическими обоснованиями их эстетических программ, продвижением авторов, ну и так далее, тем, чем обычно занимается критика. В эпоху, в общем, НЭПовского плюрализма, частных издательств и так далее. А в эту эпоху культурной революции раповская критика, которая добилась гегемонии, уже полностью управлялась из ЦК, превратилась в инструмент, как я уже сказал, проведения сталинской литературной политики. И ее действия, этой критики, были направлены главным образом на нейтрализацию так называемых непролетарских литературных групп. Непролетарскими литературными группами были все литературные группы, кроме рапа. Вот с созданием союза писателей, большого союза этого, основные вот эти критические кадры, как я уже сказал, концентрирулись вокруг журнала литературной критики. А вот после его закрытия они рассредоточились по литературным журналам. Но вот этот страх групповщины и необходимость управления литературой через критику, конечно, взял вверх. Накануне принятия вот этих известных постановлений ЦК, которые 1946 года, там была целая серия идеологических постановлений, самое известное из них, конечно, постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Так вот, накануне принятия этих постановлений Жданов, который был секретарем ЦК по идеологии, фактически организатор всех идеологических этих компаний, и благодаря ему этот период послевоенный вошел в историю как такое понятие «Ждановщина», один из авторов этих постановлений, выступил с программной речью, на совещании в Агитпропе ЦК по вопросам пропаганды. И там он высказал очень важные вещи, которые вот я считаю нужным процитировать, потому что фактически это и была программа того, как Сталин представлял себе функцию критики и как она была выстроена. Итак, я цитирую из стенограммы «То, что говорил Жданов». «Товарищ Сталин поставил вопрос о том, что эту критику мы должны организовать отсюда, из управления пропагандой». То есть управление пропагандой и должно стать ведущим органом, который должен поставить дело литературной критики. Поэтому товарищ Сталин поставил вопрос о том, чтобы создавать такого рода газету и создать кадры критиков вокруг управления пропаганды и в составе управления пропаганды. Ибо товарищ Сталин говорил о том, что нам нужна объективная, независимая от писателя критика, то есть критика, которую может организовать только управление пропагандой. Объективная критика, невзирая на лица, непристрастная, поскольку товарищ Сталин прямо говорил, что наша теперешняя критика является пристрастной. Надо, чтобы ведомственная критика, я имею в виду литературную газету, и орган союза писателей имели образец беспристрастной критики. И такой образец мы должны им дать. Процесс активного вмешательства в творчество в первую очередь связан с вопросом критики. Но вы, конечно, представляете, что вопрос о том, чтобы дать беспристрастную критику и дать настоящий разбор того или иного литературного произведения требует наличия в управлении пропагандой и агитацией лиц, которых, не стыдясь, можно было бы выпустить на арену, потому что совершенно очевидно, что их голосов будут прислушиваться, и они будут властителями дум наших литераторов. Они будут иметь очень большой вес на нашей литературной арене. Поэтому мы должны оснаститься лучшими людьми, которые могут обеспечить критические обзоры. Конец цитаты. То есть критика превратилась в инструмент прямого действия. С критическими статьями начали выступать теперь сотрудники агитпропа ЦК. А сам агитпроп стал выпускать газету «Культура и жизнь», которая давала образцы этой беспристрастной критики. Характер разносов ее установочных статей воспринимался как прямые директивы органа ЦК партии и действительно быстро сделала ее властителями дум наших литераторов. В кулуарах ее газету «Культура и жизнь» называли «Культура или жизнь». Ну и, конечно, она сыграла очень важную роль в проведении послевоенных идеологических кампаний, которых было очень много. Вот эти послевоенные кампании. Прежде всего, это постановления, Ждановские постановления 1946 года. Это была целая серия постановлений. Было постановление о журнала «Звезда Ленинград», это по литературе, о репертуаре драматических театров, о театрах, об опере «Великая дружба», по музыке была философская дискуссия и так далее. То есть, была целая серия, значит, вот таких идеологических постановлений, которые сыграли очень важную роль в формировании новой эстетики, которая возникла после войны. Прежде всего, оно было направлено против, вы понимаете, выбор двух фигур, таких как Зощенко и Ахматова, то есть против сатиры. Соответственно, утверждалось то, что потом стало называться лакировкой, то есть изображение жизни в ее революционном развитии, то есть не то, что есть, а то, что должно быть. И, конечно, против самовыражения лирического начала, такой патриотический официоз, который утвердился в советской литературе. Ведущим критиком этого всего стал Владимир Ермилов. Он был в то время главным редактором литературной газеты, один из ведущих раповцев и друг, потом они разругались, друг Фадеева. В это время развернулась большая дискуссия о соцреализме и революционном романтизме, в ходе которой говорилось о том, что писатель должен романтизировать нашу действительность. Ну, естественно, вот Зощенко только что обругали за то, что он очерняет и дискредитирует нашу действительность. То есть задача писателя ее приукрасить. На что Ермилов выступил с целой серией разгромных статей, он был большой мастер таких литературных погромов, где утверждал новую эстетику, где он говорил, что нет-нет-нет, это неправильно, не надо подтягивать реальность к прекрасному, как в романтизме, ведь в романтизме есть всегда трагический разрыв между идеалом, мечтой и реальностью. А в советской жизни такого разрыва нет и быть не может, потому что советская жизнь сама по себе прекрасна. И Ермилов сформулировал настоящий девиз советской литературы, сталинской эпохи, вот этой лакировочной литературы, которая просуществовала вплоть до оттепели, переформулировав мысль Чернышевского, «прекрасная – это жизнь», вот его лозунг был «прекрасная – это наша жизнь». «Прекрасная – это наша жизнь». Еще очень важный момент. Соцреализм, который, как многие думают, был какой-то мертвой доктриной, он стал такой доктриной несколько позже. В сталинское время он являлся очень мощной такой операционной категорией, такой настоящей дубиной, которой можно было оперировать в литературном процессе и направлять его туда, куда режиму хотелось. Соцреализм был репрессивным инструментом именно благодаря своей такой невнятности, гибкости, противоречивости. И когда в обойму вставлялся нужный идеологический патрон, это оружие стреляло на убой. Вот после войны, в эпоху Холодной войны, в нее вставляется патрон патриотизма. И начинается борьба в начале, в 1947 году борьба с низкопоклонством, потом она переходит к теме космополитизма и в 1949 году достигает апогея в борьбе с безродными космополитами. Это такая была, конечно, и антисемитская кампания, там был очень сильный антисемитский элемент, но также, конечно, это была и кампания против критики. Ну, на самом деле, она и была, собственно, безродные космополиты, это были театральные критики, которые были объявлены космополитами, потому что они отказывались прославлять театральные поделки таких драматургов, как Анатолий Сафронов или какой-нибудь Суров. И вот эти кампании, они находились в центре, по сути дела, на авансцене литературной жизни конца 40-х, начале 50-х годов. Я попытаюсь подвести итоги. Значит, с одной стороны, уже после войны, да, особенно вот после постановления журнала «Звезда Ленинград» 46-го года и вот антикосмополитической кампании 49-го года, критика была практически парализована. С другой стороны, критика была поставлена как бы впереди, вне и над литературой, да, став высшей такой формулирующей задачей литературы инстанции, поскольку, конечно, она выражала позицию ЦК, как и требовал того Сталин устами Жданова. Она превратилась, по сути, в партийно-политическую работу, а критик, соответственно, превратился в такого политработника, в комиссара, да, такой литератор в штатском, да, то есть, фактически, это вот эта писательская армия инженеров человеческих душ, получила в лице литературных критиков корпус комиссаров литературы. Фадеев писал в то время, мы должны стремиться к созданию нового типа критиков, критиков ленинского типа, умеющих быть хозяевами литературного процесса и направлять его. Наша критика должна играть руководящую идейную роль в литературе. И вот ему, а он был генеральный секретарь Советских Писателей, вторил Виталий Озеров, один из таких вот типичных критиков, типичных литераторов в штатском. Он писал, пусть поскорее предстанут критики перед читателем как хозяева литературного процесса, умело направляющие советскую литературу по пути социалистического реализма. Превращение критика в хозяина литературного процесса и поддержание этого статуса на протяжении всей послевоенной эпохи чередовалось с другим понятием садовник. Писатель как садовник, простите, критик как садовник. Он ухаживает, он возводит вот эту прекрасную советскую литературу. Кстати, оба слова хозяин и садовник, как известно, относились к Сталину. Одно неофициально, его называли хозяином в узком кругу, а другое повсеместно. Образ садовника, Сталин как садовник, он звучал в советской поэзии везде и всюду. Но именно так описывала критику, передавая статья литературной газеты в 52-м году. Подобно мудрому садовнику, советская литературная критика призвана взращивать богатый сад советской литературы, тщательно выпалывая чертополох и сорняки, бережно ухаживая за ростками новых талантов. В результате социалистическая критика сама все больше стала походить на социалистическую литературу. То есть она должна была описывать с одной стороны правду жизни, с другой стороны в ее революционном развитии. Она должна была выполнять функции футурологического такого свойства, писалось, что она должна осветить прожектором путь вперед в литературу коммунизма. С другой стороны, как писалось в Новом мире в 1948 году, она должна подобно советской литературной критике, подобно самой советской литературе, должна уметь заглянуть в будущее, уметь предвидеть. В сталинизме и институт критики, и сама природа критики радикально изменяются. Критика не только перестает выполнять какие-то самостоятельные функции, она фактически становится интегральной частью сталинского политикоэстетического проекта. Как заметил Борис Гройс, советская эстетическая теория представляет собой интегральную часть социалистического реализма, а не его метаописание. То есть, эта теория, она не описывает соцреализм, она сама является частью соцреализма. И вот то, что говорит Гройс, подтверждается самой советской литературной критикой. От нее требуется буквально то же, что требуется от литературы. Вот последняя цитата, которую я хочу закончить. Ошибочно полагать, что принцип народности литературы не распространяется на критику. Литературная критика – это орган читательской массы. Она должна научно формулировать и формулирует стилевые и идейно-тематические требования. Полностью критическая задача будет выполнена именно тогда, когда критик соотнесет художественную систему данного автора к эстетической норме, то есть, нормативной эстетикой, всей советской литературе, то есть, художественному методу социалистического реализма. А это и есть наша норма в некоторых отношениях, лежащая где-то вне творчества отдельных советских писателей. Норма, реализуемая творчески одними писателями больше, другими меньше. Фактически критика, социалистическая критика превратилась в такой институт самонастройки советской литературы сталинской эпохи. И фактически она могла существовать только внутри вот этого функционирующих этих институций социалистических. И поэтому не случайно, что когда началась оттепель, когда и потом эпоха такой брежневской нормализации, вплоть до перестройки, вплоть до обрушения институций социалистических, эта критика все время эволюционизировала вот в направлении либерализации, потому что она является частью всей системы функционирования советской литературы и советской культуры. И в ходе либерализации общеполитической либерализируется и культурное поле, и, соответственно, литературный процесс, и, соответственно, литературная критика. находящаяся в прямой зависимости от тех процессов, которые происходят шире в культуре и еще шире в политике. На этом мы могли бы как бы вернуться к тому, с чего я начал, вот с того, какую роль вообще, говоря, критика выполняла в формировании культурного поля и публичной сферы, вообще, какую она должна выполнять роль, и очень интересно было бы соотнести вот ту роль, которую она традиционно выполняла в формировании этой публичной сферы, с той функцией, которую она выполняла в сталинской культуре, где публичная сфера находилась под полным контролем государства. Спасибо за внимание.